В Управлении МВД России по Приморскому краю прошла пресс-конференция по вопросам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона за 2021 год. Хотел бы сказать, что в МВД по Приморскому краю прикладываются все необходимые силы для выполнения задач по охране и защите населения Приморского края, стабилизации оперативной обстановки и в текущем году мы продолжим работу в Украине. По словам Олега Стефанкова, количество зарегистрированных в 2021 году преступлений увеличилось более чем на 8%. Основной показатель, из-за чего выросла регистрация, связан с IT-преступлениями. Порядка 7 миллионов рублей у жителей Примории мошенники под благовидным предлогом, спасая от хищения этих денег, выманили. К сожалению, основной рост преступлений, именно фактовых преступлений в 2021 году составили такие виды. Если говорить о инициативном выявлении преступлений, это, как правило, латентные преступления, здесь в 2021 году у нас была активная работа, есть определенный результат. Я его отмечаю как удовлетворительный. То есть есть тенденция к изменению в лучшую сторону. Также остается проблемным вопрос дорожной безопасности. 2021 год, к сожалению, принес рост таких преступлений. Но это, коллеги, опять же, общая задача не только полицейского ведомства, не только сотрудника госавтоинспекции и участкового-уполномоченного в сельской местности. Это еще и правовое воспитание населения, правильное отношение. О чем можно говорить, если приведенный в информации Олега Ивановича факт 167 фактов отказа от взятки. В основном это сотрудники госавтоинспекции. Наши жители, к сожалению, нарушая, считают, что они могут откупиться. Существенно выросло в 2021 году количество должностных преступлений, которых выявили 605, что в два раза выше показателя 2020 года. Также выявили 662 коррупционных преступлений. Общая сумма полученных взяток в Приморье в 2021 году составила 165 миллионов рублей. Нужно сказать, что нам удалось подняться на 10 позиций в системе оценки учетно-регистрационной дисциплины МВД с 49 на 39 место. Сделано очень много, уважаемые товарищи, очень. Но еще больше предстоит сделать. По словам начальника следственного управления полковника юстиции Оксаны Головащенко, основной задачей по линии следственного управления на 2022 год остается улучшение результативности органов предварительного следствия работы. Особое внимание уделяется вопросам комплектования, обучения и закрепления молодых сотрудников на службе. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.